Общеизвестно, что еще не так давно, в 19 веке, полет в космос считался чем-то из области фантастики. Ведь ракеты якобы были придуманы совсем недавно, лишь в начале 20 века. И перед глазами сразу встают главные основатели современной космонавтики, наши соотечественники Константин Эдуардович Солковский и Сергей Павлович Королев, американский ученый Роберт Хатчингс Годдард и немецкий изобретатель Вернер фон Браун. Так думают многие, но оказывается история космонавтики имеет более древние корни, чем принято сегодня считать. Немногие знают, что еще за 400 лет до полета первого человека в космос многоступенчатая ракета была уже изобретена. Да-да, вы не ослышались, и это удивительно. Ученые обнаружили таинственную древнюю рукопись середины 16 века с подробными расчетами и чертежами по ракетостроению, где подробно описан принцип многоступенчатой ракеты с кабиной пилота. В 1961 году профессор Бухарестского университета Дару Тодеричу обнаружил рукопись 16 века в архивах города Сибио, что в Румынии. Это была старинная рукопись 16 века объемом около 450 страниц, заполненная чертежами и техническими данными по артиллерии, баллистике и подробным описанием многоступенчатых ракет. Что интересно в этом открытии, то это то, что документы были созданы в середине 16 века, за 400 лет до того, как первая многоступенчатая ракета впервые поднялась в воздух. Создателем этого документа был выдающийся австрийский военный инженер Конрад Хаус. Его работа касалась не только создания многоступенчатых ракет, но и различных топливных смесей с использованием даже жидкого топлива, а также введения впервые треугольных стабилизаторов и колокообразного сопла ракет. Сам автор этой книги, инженер Конрад Хаус, заявляет, что его работа основана на многочисленных трудах более древних авторов. Эта работа настолько передовая для своего времени, что создается впечатление, что ракетах в мире хорошо знали до всемирной катастрофы 16 века, о которой я уже не раз рассказывал на своем канале. И в свете этого открытия мне уже не кажется уж такой большой фантастикой, что в древности люди могли вести не только настоящие разрушительные войны с применением ракет и иных орудий, известных нам из 20 века, но и совершать полеты на необычных летательных аппаратах или перемещаться во времени. Так что же нам известно об этом Конраде Хаасе? Конрад родился в 1509 году в Австрии, в пригороде Вены. Известно, что Хаас служил военным инженером и мастером арсенала австрийской армии во времена правления императора Священно-Римской империи Фердинанда I. В 1551 году великий князь Трансильвании Стефан Баторий пригласил Хааса в главный центр своего королевства, город Сибио, где он работал главным инженером-оружейником. Хаас остался в Сибию до конца своей жизни и умер там в 1579 году. Так вот, работая в Трансильвании, инженером-оружейником Хаас и написал свой знаменитый трактат, посвященный артиллерии и баллистике. Документ на немецком языке содержит 450 страниц и известен в научных кругах как рукопись Сибио. Его отличительной особенностью служит и тот факт, что рукопись изобилует рисунками и чертежами, собственноручно выполненными самим инженером. 200 с лишним страниц непосредственно или косвенно посвящены в книге ракетной техники. Инженер изображает ракету, имеющую три ступени, вставленные друг в друга. Ступенчатый принцип реализуется путем объединения нескольких ракет разного диаметра. Самый интересный факт это то, что все ракеты Хааса спроектированы сколокообразными выпускными соплами, то есть соплом лаваля, который используется на современных ракетах. Согласно официальной справке, имеющей сужение газовый канал особого профиля, или сопло, было якобы впервые изобретено в 1890 году шведским изобретателем Густавом де Лавалем для паровых турбин. А первый патент для применения сопла для ракет получил американский ученый Роберт Годдард в 1914 году. Но, как видно, и швед-американец не автор изобретения сопла. Они просто скопировали идею австрийского ученого XVI века. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Так что интересного мы узнаем из книги Конрада Хааса о ракетах? Оказывается, много. Очень интересно, весьма революционно он описывает принцип работы многоступенчатой ракеты. Сначала воспламеняется пороховой заряд нижней ступени, ракета взлетает. Незадолго до окончания сгорания первой ступени, пламя воспламеняет топливо второй ступени и т.д. Концепция способа работы этого типа ракеты включает и довольно примечательную идею, что первая ступень сжигается в одинаковой пропорции или с одинаковой скоростью с топливом, или сгорают специальные крепежи первой ступени, и она буквально отваливается сразу же после сгорания топлива, то есть отстреливается как у современных ракет. Таким образом, вторая ступень после выгорания первой остается на своем месте как независимая ракета. То же самое и далее. Третья ступень после выгорания второй ступени остается так же как независимая ракета. Кроме того, Хаас проявил передовую изобретательность, создав у ракет стабилизаторы, которые фактически стали применяться для аэродинамической стабилизации ракетного полета лишь в 20 веке. Но все это мелочи. Сенсация впереди. На 215 листе этой книги описана металлическая ракета, несущая в верхней части полезную нагрузку, или так называемый летающий домик Хааса. Оказывается, австрийский инженер впервые рассматривал идею пилотируемого полета на ракете. Его конструкция пилотируемого модуля с астронавтом далека до совершенства. Но идея поражает. Разместить на вершине ракеты капсулу для одного или нескольких людей, которых можно будет отправить в космос или в небо. Даже рассматривался вопрос приземления или экстренной посадки спасения этих астронавтов. Некий прототип парашюта, на котором люди в капсуле могли благополучно спуститься на землю. Звучит фантастично, но при внимательном изучении истории ракетостроения оказывается, мы мало знаем о древних технологиях и достижениях в области ракетостроения. Напомню, и это важно, что Конрад Хаас сам указывал в своей работе, что его работа основана на трудах более древних авторов, явно живших до всемирной катастрофы XVI века. Ему удалось собрать огромную библиотеку из старинных книг, где он подчерпнул для себя главные мысли и идеи. Значит, ракетная технология имеет более древние корни, чем называет современная наука. Так может, в древние времена средневековые люди реально летали в космос и строили ракеты, но потом что-то пошло не так, то ли началась война с использованием ядерного оружия, то ли страшный катаклизм обрушился на землю, полчеловечества погибло. Не суть. Главное другое. Многие знания реально канули в лету. Для примера, в 1557 году немецкий энциклопедист и ученый Конрад Лекасфен издал иллюстрированную книгу об истории средневековой жизни. В этой книге есть интересная гравюра, на которой изображен настоящий космический корабль с рядами иллюминаторов, увиденный жителями Аравии в 1497 году. Современным ученым нелегко признать в этом изображении космический корабль или ракету, так как это противоречит официальной науке. Подобных фактов в древней истории человечества много, но современная наука упорно отрицает и не признает все это, лишь бы придуманная в 16-17 веках иезуитами история человечества не рассыпалась как карточный домик, и не пришлось бы выбросить свои дипломы на помойку. Но вернемся к книге. В его книге можно обнаружить и другие изобретения и открытия в области применения ракет. Например, техника, которую изобретатель использует для своего ракетного выстрела из труб. Это ракетная батарея, состоящая из семи ракетных труб, каждый из которых может стрелять тремя-четырьмя и более ракетами. Но это же настоящая предшественница советской боевой машины реактивной артиллерии «Катюша», эффективно использовавшаяся в Великую Отечественную войну. Много интересного мы находим далее в его книге. Описав устройство ракеты, Конрад Хаас заводит речь о топливном вопросе. В зависимости от типа ракеты, дальности или высоты полета, в трактате описываются различные комбинации топлива и приводятся многочисленные рецепты. В этом фрагменте поражает то, что Хаас рекомендует использовать для дальних и высоких полетов не порошковое топливо, а смесь порошковой массы с жидким топливом. Он говорит о брантенвейне или горящем вине, по сути о спирте, который следует примешивать к стандартным компонентам и который должен способствовать развитию тяги ракеты. Помимо горящего вина, Хаас рекомендует другие жидкие добавки, например, этилоцетат вместе с соединением аммония. Этилоцетат он производит из уксусной кислоты и спирта. Соединение аммония из мячной воды, полученной из мочи. Инженер приводит в общей сложности 18 рецептов с использованием спирта и этилоцетата. О том, что Хаас был мыслителем, опередившим в свое время, можно судить по тому факту, что первая в мире ракета на жидком топливе стала реальностью только 16 марта 1926 года. Вот и все. Но на этом история ракетостроения не заканчивается. Ждите продолжения.